Так, мы сегодня один часик, да? Может быть, минут сорок пять. Ну, пока еще нас ноль. Вот уже нас пять. Здравствуйте всем, девчонки, привет! Сегодня у нас четверг, два часа дня, и по четвергам в два часа дня мы с вами встречаемся, проводим мастер-класс, проводим прямой эфир, в котором делаем дизайны с участием гель-лаков, декораций и так далее. Как всегда, в четверг в два часа дня с вами я, Наташа Коклюгина. Я инструктор, живу в городе Ростове-на-Дону, работаю в школе Екатерины Мирошниченко. И вот предлагаем вам, как обычно, посмотреть на какие-нибудь варианты дизайнов, которые облегчат вам вашу работу, не нужно будет ничего придумывать, можно будет просто взять, воспользоваться и все. Сегодня наш главный герой – это гель-лаки, которые вышли вот совсем-совсем несколько дней назад. Здравствуйте всем! Это новый наборчик гель-лаков в розовых тонах, в розовых оттенках. Розовые цвета, да, видно, от компании Эми и Сенсейшнс. Здесь, девчат, в этой коробочке всего шесть цветов. Здравствуйте, Танечка! Так, здесь всего в коробочке шесть цветов. Они такие милашные, это как раз уже, знаете, когда открываешь такую цвета, когда начинаешь делать дизайн из таких цветов, уже как бы весной начинает пахнуть сразу же. Уходим уже от темно-синих, темно-зеленых, черных, бордовых оттенков, переходим к розовым, красивеньким, к бежевым цветам и так далее. Вот, и, значит, мы сегодня с вами сделаем такой маленький обзорчик. Ну и, конечно же, я вам предложу к вашему вниманию какие-нибудь варианты дизайна, да, которые можно сделать как бы вот из этих цветов. Сейчас мы попытаюсь... О, вот так немножко себе увеличу, и вам тоже, наверное. Видно? Здесь участвовали только цвета, которые находятся вот именно в этой коробочке. Набор гель-лаков Сенсейшнс. Так, ну это то, что мы с вами сегодня рассмотрим. Какой-нибудь вариант мне вот этот очень нравится. Красивый, наверное. Я вам его и покажу. Очень красивое сочетание цветов получается. Очень здорово сочетаются все цвета внутри этого наборчика. Очень классно делать градиенты. Они, потому что плотные довольно-таки, очень насыщенные, очень пигментированные. Но они и не очень жидкие, и не очень густые. Такой, знаете, средний вариант, очень удобный в наношении. Очень удобно в работе мастеру с ними. Вот. Поэтому, как бы, очень красиво получаются варианты дизайна именно с градиентом. Видно? Итак, девчат, я, конечно же, уже выкрасила типтики, которые лежат в наборчике. Так. И сейчас пройдемся. Названия у них такие замечательные. Я вам сейчас их... Не могу сказать, что прям выучила наизусть. Но у меня есть шпаргалка. Итак, 381-й цвет. Итак, сейчас уберем пока в сторону. 381-й цвет – застенчивость. 382-й цвет – безмятежность. 383-й цвет – это непокорность. Да, видите, такие интересные, да? Люди придумывают названия, конечно. Такие странные ассоциации. Преданность – 384-й цвет. 385-й цвет – трепет. Трепет. Ну и мания. Мания – 386-й. Вот шесть оттенков, которые входят в набор весенних оттеночков. Красивая подборочка. И опять же, да, вот бывают такие наборы выпускают, когда из шести цветов четыре классных, а два так себе, не очень, да? Кому-то нравится, кому-то нет. Вот это тот вариант, когда будут нравиться все цвета. Очень красивые. Для любителей темных оттенков, для любителей светлых оттенков. И очень красиво они сочетаются друг с другом в градиенте. И в вертикальном, и в горизонтальном. Кстати, можно сделать и такой, и такой вариант. Значит, я теперь уберу эти типсики с экрана и положу вот эти. Значит, мы… У нас как бы тема такая, всегда задание у меня в четверг такие – сделать быстрые дизайны. Ну, покрытие однотонное, да, это, конечно, быстро. Но все-таки интереснее смотрится, если сделать хотя бы из двух, ну, вообще можно из трех-четырех цветов, но это в зависимости от длины ногтевой пластины. А так можно просто два цвета смешать, и получится очень классный вариант дизайна. Итак, предлагаю вам сделать градиент. Для градиента нам потребуется кисточка. Для смешения, да, цветов на поверхности обычно мы пользуемся кисточкой с кистембре номер 4. Называется кистембре, делаем мы ей градиент. Вот так вот, интересное сочетание. Так, значит, обязательно нужна будет салфеточка, чтобы вытирать кисточку. И наносим с вами два цвета. Так, убираем, и сразу попробуем сделать какой-нибудь красивый градиент. Я давайте возьму самый светлый оттенок из этой коллекции, 385-й, так, и самый темный оттенок, 382-й, вот так вот. Давайте, верхняя часть ноготочка у нас, например, с вами будет темная, а нижняя часть ноготочка светлая. Вы не против? Итак, сверху будет светлый оттенок гель-лака 385, называется Трепет 385-й. Самый светлый оттеночек из новой коллекции гель-лака. Примерно 1 третья часть ногтевой пластины, это будет верхний цвет, и примерно 2 третьих части ногтевой пластины, это будет цвет нижний, 382-й. Безмятежность. Даже вот так пройдемся по названиям. Хотя, знаете, вот когда выходили только первые гель-лаки компаниями, мы их все знали по номерам, по названиям и так далее. Сейчас вот уже, видите, уже 380-м какой, 386-й, да, уже последний. И это не предел, конечно же, запомнить название в таком количестве, это практически нереально. Но зато, знаете, так вот чисто зрительно, знаешь, какой цвет, к какому набору относится. Оттенки плотные, девчат, да. Вот вчера готовилась к прямому эфиру, просто покрывала типсой. И вот сейчас вот эти типсики, которые я вам показывала, они все напокрыты в один слой. В один слой типса прозрачная. Покрыты топом. Ну, понятно, что, да, а тоже нет. С дисперсионной пленочкой сверху. Итак, значит, я смешиваю два цвета между собой, посерединке. Это облегчает плавный переход из одного цвета в другой. Можно, знаете, как еще сделать? Взять и подмешать границу между верхним цветом и смешанным цветом. То есть вот здесь вот аккуратненько подмешиваете, туда, обратно, чуть ниже. Да, вот так вот. Раз. И теперь между смешанным цветом и нижним цветом. Самый простой способ. Все, и теперь проходите сверху вниз, не прерываясь. Туда, обратно, чуть ниже. И вот так вот аккуратненько спускаемся от самого, от кутикулы к свободному краешку. Все покрытия делаются в два слоя и градиент не исключение. Поэтому мы сейчас, конечно же, убираем все излишки, истончаем этот слой. Кисточку я вытираю и прохожусь еще разочек. Самая главная задача у вас в первом слое добиться плавного перехода. То есть надо, чтобы сделать так, чтобы цвет верхний плавно перешел в нижний цвет. Чтобы не было четкой границы между двумя цветами. Чтобы был плавненький переход. Это вот что касается первого слоя. Ну и что, что цвет не плотно лежит. Ну и что, что есть какие-то погрешности. И самое главное, чтобы у вас не было резкой границы, чтобы цвета переходили плавно друг к дружку. Чувствуете, если нижний цвет у вас убегает от вас, вы можете попросить клиента перевернуть пальчик и вытянуть наоборот, как бы темненький цвет, немножечко натянуть на светленький цвет. Это только первый слой. Никакой боязни, все спокойно. Самое главное, плавный переход цвета. И не важно, какие цвета вы используете. Я предлагаю просушить. Просушить и потом уже нанести второй слой. А пока сохнет наш первый вариант, давайте мы с вами сделаем вертикальный переход. В вертикальном переходе никаких специальных кисточек нам не нужно будет. Давайте мы возьмем цвет, который поярче. Или что-нибудь такое же, только с розовеньким. Сейчас мы попробуем. Знаете, мы вот так давайте сделаем. Вот так. С одной половинки у нас будет светленький цвет, с другой стороны будет более темный цвет. Наносите первый цвет на половиночку ноготочка. Вертикальный переход. Ничего сверхъестественного. Так, а с другой стороны сейчас возьмем какой-нибудь... Ну-ка сейчас попробуем с 383. О, вот так. Видно, да? Хорошо видно. Я думала, чтобы они не сильно сочетались. Так, а вот теперь, девчат, никаких специальных кисточек я не использую. Я просто беру салфеточку. И беру любую кисточку из этих двух флакончиков. Так, мы использовали 384 и 383. Теперь возьму любую кисточку. Вот возьму, давайте, первый цвет. Полностью отжимаю кисть. И даже аккуратненько возьму и вот так вот аккуратно вытру салфеточкой, чтобы кисточка получилась похожая, знаете, на лопату. Убрала все излишки. И теперь со стороны свободного краешка вы просто берете и смешиваете два цвета между собой. Вы берете немножко один цвет, перекидываете на второй. И вот так вот елочкой назовите, я не знаю, косичкой, елочкой, или просто техникой ляп-ляп-ляп. Смешиваете два цвета посерединочке, кисточку опять вытираете и просто выглаживаете по центру, да, не иду к вростам никуда, просто по центру. Погладила покрытие от кутикулы вниз свободному краешку и сходила обратно. Самое главное, опять же, плавный переход из одного цвета в другой. Оно все равно будет видно, что с одной стороны один оттенок, а с другой стороны второй оттенок. Так, и пока просушиваем. Возвращаемся к нашему первому варианту и делаем второй слой. И повторяем, девчат, все то же самое. Получается примерно одна третья часть ногтевой пластины это верхний цвет, в нашем случае это 385-й, да, светленький оттенок гирлака. И нижняя часть ноготочка 382-й цвет из нашей новой коллекции Sensations. И аккуратненько, тоненько. Так, и точно так же, как и в первом варианте, я смешиваю два цвета между собой движением кисточки сверху вниз, сверху вниз. Кисточку вытираем, дублируем, да, вот здесь вот, получается, не дублируем даже, да, подмешиваем, подмешиваем, вот так можно сказать, верхний цвет со смешанным цветом и смешанный цвет с нижним цветом. Тогда будет более плавный переход получаться. Все, кисточку вытираете и двигаетесь аккуратненько от кутикулы вниз к свободному краешку. Тогда обратно, чуть ниже, поехали. Натягиваем верхний цвет на нижний цвет. Аккуратненько проходимся от начала до конца, не прерываясь. Я даже кисточку не вытираю. Я вытираю ее один раз, когда уже до самого конца дошла, салфеточкой вытерла. Так, аккуратненько. И выравниваю еще разочек. Самое длительное, да, и самое такое вот действие, это, получается, мы тратим время, конечно же, на градиент. Ну, вы знаете, оно получается так симпатично и красиво, что оно того стоит. Однотонное покрытие, я думаю, что вы все всегда сумеете делать, и это не обязательно, как бы, смотреть, как делать, правильно же? Попрошу клиентку перевернуть пальчик. И аккуратненько вытягиваем темненький цвет на светлый цвет, для того, чтобы все было плавно, без резких границ, без каких-то палочек, палочек, козявочек, ямочек и так далее. Так, все. В принципе, пройдусь еще разочек, только лишь для того, чтобы выровнять само покрытие, потому что, конечно же, под топом все это будет еще больше выравниваться, процентов 10 каких-то погрешностей, они уходят после того, как вы топиком покрываете, топ выравнивает поверхность, и получается очень ровненькое покрытие. Так, а мы с вами просушиваем. Просушиваем. И возвращаемся к нашему вертикальному переходу. Здесь то же самое. Дублируем еще разочек. Так, с одной стороны такой более потемнее, скажем, цвет. Хотя они, в принципе, равнозначны, но оттенки все равно разные. Так. И светленький цвет. Кисточку вытираем. Прямо кисточку из флакона вытираем. Смешиваю два цвета посерединке. Ляп-ляп-ляп. Хотите, назовите елочка. Хотите, назовите косичка. Как хотите, назовите. Смешали два цвета посерединочке. И теперь просто выровняли поверхность. Конечно же, чистой сухой кисточкой все движения сверху вниз. Вот так вот. Вертикальный будет у нас переход. В вертикальном переходе лучше всегда использовать цвета, которые близки по значению. Чтобы не было, например, один очень темный цвет, другой очень сильно светлый цвет. Им особо там негде смешиваться, правильно? То есть получается, что в горизонтальном переходе по всей ногтевой пластине проходишься, и как бы он переходит плавно, медленно, и верно. Когда вертикальный переход, нужно посерединке как-то смешать таким образом, чтобы они плавно вошли друг в дружку. С одной стороны темненький цвет, с другой стороны светленький. Видно? Вот такие вот оттеночки. Так, ну продолжаем. Продолжаем. Хорошая клиентка. Хорошая клиентка. У меня в один слой просвечивали цвета. Девчат, к сожалению, сейчас вот нет у меня тут типсы прозрачные, такой чистенькой, чтобы можно было показать вам. На самом деле очень плотно ложатся цвета. На самом деле, как бы не могу ничего плохого сказать. Если цвета полупрозрачные, мы и говорим о том, что они полупрозрачные. Если плотные, говорим, что плотные. Так, ну я хочу использовать дальше в работе технику стемпинг, поэтому я вытираю дисперсию с помощью обезжиривателя, да? И возьму в работу, девчат, пластинку, которая называется кружево. Пластина для стемпинга кружева. Видно, девчат? И, например, мы отпечатываем такие вот красивые вензилечки, а можно веточки, а можно какой-нибудь узор. Вот, скажите, размер коробок для объемов 9,6. Да, девчат, размер коробочки одинаковый. То есть там единственное, что, например, у меня сейчас 6 мл. На коробочке стоит опознавательный вот такой значок. Видите? То есть это получается коробочка и герлочки 6 мл. Если вот этого знака не будет, то там будет 9. А так они абсолютно одинаковые. Так. И хочу взять в работу, девчат, эмпасту. В принципе, можно взять любую эмпасту и можно подобрать по цвету похожую эмпасту вот на фон, который мы с вами делали. На самом деле у компании Эми очень много разных эмпаст. Вот, может быть, у кого-то сохранились вот такие вот наборы. Full in love. Full in love. Вот. Или, например, вот такой наборчик тоже был. Может быть, тоже у кого-то есть. Они выходили небольшими партиями. Может, у кого-то сохранился маленький вот. Closer to nature. Да, правильно. Почти правильно прочитала. Ну, мой очень шикарный английский. Просто хотел... Можно взять классические цвета эмпаст. Что такое эмпасты? Да, я думаю, что все, кто нас смотрит в прямом эфире, знают, что... Значит, скажите, пожалуйста, размер. Сказала. Есть ли они уже? Да. Говорят, что есть, девчат. Смотрите. Видите. Вот. Значит, эмпасты очень много у нас разных цветов. Есть классические оттенки цветов. Их можно намешивать между собой. Может быть, у кого-то вот такие вот наборы сохранились. Тут тоже очень много цветов, которые похожи именно на цвета из новой коллекции гель-лаков. Да, sensations. Вот. Поэтому, как бы, можно взять любые. Можно намешать нечто похожее. Нечто похожее. Так. Ну, и мы сейчас возьмем. Эмпасту можно использовать как раз-таки для стемпинга. Да. То есть, как бы, без всяких вообще проблем. Так. И мы с вами сейчас подберем какой-нибудь цвет. Прям похожий сделаем. Так. Например, возьму вот такой. И можно немножечко в него добавить какого-нибудь темненького. Давайте возьмем на палитрочку. На палитрочку. Итак, цвета можно намешать. То есть, правила намешивания цветов одно и то же. Что у гель-лаков, что у гелевых красок, что у импаст. Без всяких проблем. Возьму немножко вот такого коричневенького оттенка. Какой-то вот. Можно взять гранатовый сок. Кто помнит, есть классический оттенок, да? С коричневым намешать. Нечто среднее получится. Так. Вот так. Просто хочу подобрать цвет, который будет похож как раз-таки на мое покрытие. Так. Почему долго не держится гель-лак? Диана, ну это такой, знаете, вопрос. Я вот сейчас просто глаза подняла, прочитала. Здесь очень много критериев, может быть, почему не держится гель-лак. Может быть, очень тонко покрываете. Может быть, недостаточно хорошо моделируете базы. Может быть, как-то плохо укрепляете стрессовую зону. Может быть, свободный край очень длинный и нужно использовать какие-то более жесткие базы. Тут очень много, может быть, всяких ошибок в покрытии гель-лаком, ноготочков. Поэтому тут надо разбираться более конкретно и в каждом конкретном случае. Так, ну а мы с вами пока потихонечку тут намешиваем, замешиваем. Так, сейчас, девчат. Чуть-чуть, чуть-чуть светлее. Вот. Теперь очень похож на цвет, который у нас использовался в покрытии. Так. Это будет эмпаста. Эмпаста – гелевая краска, которая не имеет остаточной липкости. Значит, можно использовать лаки, лаковые краски, да, вот эмпасты, гелевые краски без остаточной липкости. Самое главное, материал не плывет, не течет, поэтому с ним очень удобно обращаться и использовать как раз-таки в технике стемпинг. Пока я тут намешивала, я благополучно потеряла пластинку у себя на столе. Так, вот она. Так, ну и давайте какой-нибудь красивый узор сделаем. Так. Угу. Итак, наносим эмпасту непосредственно на пластиночку. Так, ну давайте вот эти вот вензеля. Я просто с ними уже делала. Точно, сто процентов классно получается. Все, эмпаста довольно-таки густая, поэтому так немножечко с усилием, да. И вот так аккуратненько убираем все лишнее. С эмпастой можно долго играться, потому что эмпаста же, видите, она не высыхает, как лак на поверхности, поэтому пока вы ее в лампу не поставите, с эмпастой интереснее работать, чем с лаком, потому что можно полялякать, порассуждать на какую-то тему. Так, набираем на подушечку легкий накат, так немножечко с усилием. Так, все, рисунок у нас на поверхности, и мы с вами отпечатываем на всю поверхность ногтевой пластины. Просушиваем. И давайте точно так же бесчеловечно поступим со вторым вариантом, только мы теперь должны подобрать по цвету, можно чуть темнее или наоборот, чуть светлее сделать, да, накат. Давайте мы тоже смешаем. Возьму какую-нибудь ярко-розовую пасту. Кто-то помнит, может быть, есть классический цвет, там, мадженто, да, допустим, вот яркий такой цвет, довольно-таки. Так, а я сейчас чуть-чуть подмешаю ярко-розовую пасту с бежевенькой. Можно просто было сейчас добавить, например, белую пасту, да, просто цвет сделать чуть светлее, то есть из классических цветов взять мадженто и смешать с белой эмпастой. Просто пытаюсь подобрать цвет под цвет покрытия. Ну вот, примерно будет вот такой. Так. Подушечку готовим для того, чтобы... Так, пока читаю, подняла глаза, присоединилась так, присоединилась. Диана, у Эми не лаковых, которые не держатся. Проблема с лампой или топ с финишем. Но не в лаках, это точно. Не, я говорю, очень много критерий может быть. Я с вами согласна, Ирма. Может, не досыхает, может быть, что-то еще. То есть надо тут смотреть. И может быть, неправильно подобранная база. Может быть, ногти очень мягкие. Может быть, наоборот, банально берете очень жесткую базу. Может быть, нужно взять более мягкую. Тут у нас миллион критериев может быть, миллион причин может быть, по которым ногти там отваливаются, скалываются и так далее. Поэтому тут надо, конечно, очень серьезно к этому вопросу подойти. Так, ну а мы с вами продолжаем делать дизайн. Берем технику, да, стемпинг. И отпечаток мы с вами делаем эмпастой. Гелевой краской без остаточной липкости. Все лишнее убрали. Набрали пасту на нашу подушечку. Поставили отпечаточек. Он практически сливается, да, с фоном. То есть фон будет выглядеть более сложным. Видно? Под цвет, да, по подбарках. Практически попали один в один. Просушиваем. Ну и теперь, в принципе, да, к этому фону можно добавить абсолютно любые декорации. Может быть, какие-то слайдеры. Может быть, какие-то там наклеечки, да, в Эми называются шармикончики, либо нейлдрессики и так далее. Но я вот, мне очень нравится вот такой вот вариант. Я просто вам хочу напомнить. В прошлом году, к празднику, да, всех влюбленных, дню Валентина, выходили шармикончики под названием «Любовь». Я думаю, что тоже у многих остались. Они, может, у кого-то есть. Но, по крайней мере, в продаже они точно есть. Сто процентов. Вот, шармикончик – это номер. Не номер, просто любовь. А что оно без номера? Вот. Значит, вот с такими миллионами сердечек. И мы сейчас воспользуемся этими шармикончиками. Еще очень мне нравится. И я во многих дизайнах делаю, добавляю шармикончики в виде линий. Черненькие линии, золотые линии, 118-й, по-моему, номер. Золотые линии, шармикончики, черные линии. Есть еще белые и серебряные. Тоже очень стильно смотрятся. Буквально одну-две полосочки приклеила. Смотрится очень кайфово. Если речь заходит за шармикончики, то, конечно же, мы приклеим их на топ без липкого слоя. В нашем случае топ без липкого слоя – это теклос. То есть мы любое цветное покрытие покрываем теклосом, просушиваем 30 секунд, приклеиваем наклеечку и закрываем. Ну, можно этим же теклосом и закрыть, да? Либо, например, ультрашайном. Вот. Поэтому, просушив поверхность, мы, конечно же, с вами покрываем все это дело теклосом. Так, давайте возьмем теклос и покроем. Так, это нужно пока с экрана убрать. Пока убираем. Покрываем тонким-тонким-тонким слоем. Все промежуточные топы, все промежуточные топы, да, вот в данном случае топ без липкого слоя – это теклос. В нашем случае, конечно же, старайтесь всегда наносить очень-очень тонким слоем. Просушиваем не менее 30 секунд. Тут у нас рекламка такая пошла ненавязчивая. Я подняла глаза. Лампа Эми Бежас Божественная. Всем советую, не пожалеете. От Эми все шикарно. Ну, мне в силу, да, своего места работы и так далее, конечно же, должна согласиться с вами. И на самом деле, не беспричинно, скажем так. Правда, очень хорошие материалы. Я не могу сказать, что они прям очень дешевые, но они не самые дорогие. Это такой, знаете, как бы материалы премиум-класса. Есть намного дороже на рынке. И не факт, что качество намного лучше, да. То есть поэтому, а это такой вот вариант, который уже много-много лет есть на рынке, да. Многие мастера работают с этими материалами. Но опять же, на вкус и цвет товарищей нет, согласитесь. Что кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Мне нравится, знаете, как бы вот я все время ученикам тоже говорю, девчонкам, кто учится. Компания Эми, когда выпускает какие-то материалы, я то с вами болтаю, да, хоть чем-то развлечь. Когда выпускают какие-то материалы, они сразу предлагают готовые варианты, готовые решения с ними. То есть не просто там вышли какие-то декорации. Тут же предлагаются в рекламе варианты дизайна с этими декорациями, да. Тут же предлагаются мастер-классы и так далее. Поэтому вот в этом плане как бы хорошо работать с материалами Эми. Ты всегда знаешь, что можно как бы обратиться в эту компанию. Тебе миллион вариантов тут же покажут, подарят и все. Никто не жалеет никакой информации. Так, ну и мы с вами продолжим. Текласс у нас просох. Возьмем, значит, с вами шармикончики в виде золотых полосочек тоже продаются. Есть на всех сайтах, везде-везде. Давайте мы вот так возьмем. Вот у нас в магазине на Халтуринском 160, кто не знает. Ростов-на-Дону, переулок Халтуринский, 160. В магазине 100% все это есть. Так, давайте вот так объединим все это дело. Вот так, прям посерединочке. Для интереса. Так, уберем все лишнее. Говорят, что вот сейчас, например, такая тенденция, да, во-первых, говорят, что дизайны не модны. Вы знаете, я считаю, что, ну как не модно, модно, не модно. Кому-то нравится с дизайнами, допустим, да, варианты ходить ногти покрывать не одним цветом, а что-то там, хотя бы на одном пальчике. Кому-то не нравятся дизайны. Вы как мастер, допустим, сегодня к вам пришел клиент, который терпеть не может, когда что-то на ногтях нарисовано. А через полтора часа к вам придет клиент, которому, ну, очень хочется, чтобы что-то нарисовали, понимаете. То есть, как бы, вот, все-таки дизайн это способ увеличить там стоимость среднего чека, скажем так, да. Вот вы, допустим, там без дизайна столько-то, а дизайн, например, там от 100 рублей. Всегда будете иметь какой-то запасной выход к увеличению среднего чека. Так, вот две волосочки буквально посерединочке приклеила. И вот этот чудный шармикон «Любовь», «Любовь». Так, вот он у нас, еще раз покажу, да. Ну, не случайно мы же взяли, да, сегодня варианты с вами с сердечками. Это же потому, что скоро у нас, да, там, кто признает этот праздник, кто не признает. Я считаю, если про любовь, то это навсегда, неважно, к какому дню оно относится. Поэтому «Лав». Такая прикольная, миленькая такая, мультяшная. Оно так по-взрослому смотрится. Вот таким вот образом посерединочке. Хорошо бы, конечно, не пальцем все это гладить. Хорошо бы, все-таки у вас же, наверное, в работе 100% есть, допустим, безворсовые салфеточки, да. Все, прикрепили. Девчат, ну и перекрыли, конечно же, либо тем же теклосом, либо, например, ультрашайном, ультрашайном такой, да, тоже топ без липкого слоя, очень долго держит блеск, недолго не царапается и так далее. Поэтому мы можем с вами ультрашайном перекрыть это все дело, будет красиво блестеть и все будет держаться и стоять. Еще очень важный момент, девчат, очень много видела работ, когда вот шармикончик приклеен, например, и вот здесь вот торчит со стороны свободного краешка. Обратите на это внимание, возьмите бафик и буквально вот здесь вот по торцу бафиком пройдитесь для того, чтобы шармикончик не торчал за пределы свободного края, да, потому что первое, что подотрется, торец, конечно же. Как только стираются торцы, естественно, шармикончик поднимается, да, наклеечка. Поэтому внимательно, да, сделайте так, чтобы бафик прошелся по торцу. Так, я уже даже бафик нашла судорожно тут. Вот здесь вот аккуратненько, да. И после этого только покрывайте. Тогда будет сто процентов все как бы прекрасно будет носиться, держаться и так далее. Все, и закрываем с вами топом. Топ может быть любым. Не важно, каким вы работаете, правильно же? Можете глянцевым топом покрыть, можете матовым. Ну, единственное, что вот все-таки мы взяли с вами золотые полосочки. Под матовым топом, да, конечно же, они не будут блестеть. А под глянцевым их будет хорошо видно. Все, поверхность выравниваем и просушиваем. Так, и давайте сюда что-нибудь тоже придумаем. И тоже возьмем что-нибудь из шармикончиков под названием любовь. Вот это сердечко очень классно сочетается и очень классно видно. Можно буквально сердечко и какой-то надпись. И больше ничего не добавлять. Давайте возьмем, например, вот такое с полосочками. У нас очень навороченный фон получился. Независимо от того, что у нас в таком, в одном цвете. Давайте вот так. Вот. Видите, тоже хорошо сочетается. Так, и какую-нибудь надпись про любовь. Какая будет лучше, именно в черном цвете или в золотом? Я думаю, что в золотом будет лучше. Давайте в золотом возьмем. Что-то тут про любовь и про валентинку. Так, приклеили на идеально гладкую и ровную поверхность. И покрываем топом. Ну, девчат, вопрос спорный. Кто-то, я просто много раз видела в интернете, кто-то просто покрывает, например, цветным гирилаком ногти, потом просушивает и вытирают дисперсию, приклеивают наклеечки. Ну, по большому счету, можно, конечно же, и так. Но мне кажется, когда ты вытираешь дисперсию с цветного покрытия, 30% цвета уходит вместе с дисперсией. Поэтому, если вы перекроете топом без остаточной липкости, в нашем случае это Теклос, тогда у вас цвет, яркость цвета, да, плотность цвета, яркость цвета, сам цвет сохранится намного лучше. Все 100% не потеряете, да, яркости, плотности цвета. Поэтому любое цветное покрытие просушиваем, закрываем топом без липкого слоя, в нашем случае это Теклос, и после этого приклеиваем наклеечку. Вообще, наклеечку можно даже простым лаком покрыть, они и то будут держаться, без всяких проблем. Так, я сейчас вот так вот сделаю, немножечко их приклею по уборести, чтобы можно было прикрепить. Вот с кошкой тоже прикольно мне понравилось. Это просто цвет в цвет. Цветное покрытие, гирлак номер 382, и точно такой же цвет эмпасты подобрала, просто намешала цвет, и получился прям один в один, видите? То есть эмпасты просто отпечаток поставила, такая змеиная кожа получилась. Так, ну а мы тем временем просушили наши варианты. Мы сейчас их сюда добавим. Поставим на экран, чтобы вы могли сделать скриншот, может, кому-то пригодится. Потому что это дизайны, в которых ничего не нужно рисовать абсолютно. Вот таким вот образом. Так, кто-то написал, что у меня красивые ногти. Спасибо огромное. В Ростове-на-Дону есть прекрасный салон, сейчас такая, знаете, ненавязчивая реклама. Салон красоты, бьюти-комплексы Фонсель, Ермонтовская, 53. И есть замечательный мастер Наталья Ганова, которая делает вот такие чудесные ногти. Даже, казалось бы, там на не очень идеальных ручках, далеко не идеальных ручках, но очень красиво. Мне нравится. Я 16 лет хожу с черным френчем, считаю, что он меня стройнит. Поэтому очень нравится и не изменяю своему мастеру. Так, у вас красивые ногти. Ответила большое спасибо. Здравствуйте, Наталья написала нам в конце. Вот. Еще раз, девчат, повторюсь, что мы сегодня с вами взяли в работу и делали такие вот быстрые дизайны гель-лаки, которые вышли в составе новой коллекции гель-лаков Сенсейшн. Вот они, 381 цвет, 382-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. Вот так вот они. Давайте сейчас мы их выровняем. Вы их все будете видеть. Я уже говорила, еще раз повторюсь, что они нанесены на прозрачную типсу в один слой. Цвета лежат в один слой. Сверху топ, естественно, да, чтобы красиво блестело. Вот. Значит, вот такая вот красивая коробочка. Так, аккуратно от Эми. Розовые оттенки Сенсейшн. Так, и дизайны, которые мы сегодня с вами сделали. Может быть, кому-то пригодится. Сделайте скрин. Вот так, наверное, да? Всем огромное спасибо, девчат. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, мы были вам полезны. Встретимся в следующий четверг в 2 часа дня. Удачи. Всем побольше денежных клиентов. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok